Ну, зимой 2008 года, в феврале, наш друг Андрей Корж отправился в сторону селения Зиде вместе с бессменным Ахадом, шофером, который сопровождал свое время, и Армуса. Вот видите, что в низинах в феврале уже была трава, а вот по дороге в Зиде такой вот снег их застал в рост человека. Ну, бессменный Ахад, конечно же, делал свои замечания. Направление на Зиде, из Вразопского ущелья, Кишлак. Это вот 4 февраля. Плюсовая температура. Капец, вообще творится. Вот вы слышали комментарии самого Андрея о том, какое впечатление на него произвела эта дорога. Но их главная задача была увидеть собаку Даниора по прозвищу Поро. Хотя местные герои, а эту собаку звали Барфак, что переводится с торжецкого языка как Снежный, Снежок. Ужас. Вот. И чтобы увидеть ее, эту собаку, которую когда-то снимал Яр у нас, вот они отправились в это селение. Снега по самой... Хочу? Да, да не то же бы и не хочу. Это гораздо выше. Это очень крутых пацанов, а на не хочу так высоко находить. Сразу же жители селения встретили их очень гостеприимно и решили показать им все возможные, всех собак, которые есть. Вот она. Засыпано все. Ну вот Ахатвы спрашивает, где живет Бурон. А он живет высоко наверху, в самом, как говорится, верхней точке кишлака. Машина туда не идет, так что придется им идти пешком. Ну и по дороге они будут смотреть собак, которые проживают в этом селении. Все гордятся ими, говорят, что даже приезжают и забирают их в другие страны. В Казахстан, в Чимкен, в частности, забирают отсюда собак, сказали они. Вот такой вот пейзаж великолепный. Видите, все селение полностью завалено снегом. Это в самом начале февраля. Да, конечно. Давай так. Пробираете сами в сугробах. Здесь свежескошенное сено, в смысле свежескошенное. Оно было свежескошенное осенью. А сейчас вот оно пахнет, по заявлению Андрея, очень свеже. Вот с такими вот таких лабиринтах снежных они пробирались наверх по дороге. И вот им рассказывают, что собак отсюда забирают на бои в другие страны. Но тем не менее, как говорится, собачья мама не умерла. Собаки рождаются, продолжают рождаться. Аборигенные собаки были, есть, и, иншаллах, будут. Вот им посвящался первый пес. Так называемый кишлачный пес. Вы сейчас увидите реакцию Андрея на эту собаку. Следует учитывать, что Андрей очень хороший специалист по собакам, разбирается в них. Вот посмотрите, на крышах домов вот стоят люди, потому что вот одна крыша одного дома служит полом кишлачный пес следующего дома, как у небоскребов. Вот такой вот пес, молодой совсем еще. Я сфоткал отсюда. Ах, как тут трава пахнет. Вот собака чистая. Да, вот это пес. Ай, умница. Ай, пес. Хорошо. Вот вы слышите сами реакцию Андрея. Конечно, впечатлен он этим псом. Гармоничный, классный. Настоящий, чабанский. Пес аборигенный среднеазиатский овчарка. Саги Дамарда, саги Чипуни. Или саги Дужики. Отвечает, что отец только был в Атаре. Сам пес здесь, в кишлаке, охраняет дом. Ну, они, блядь, гуляют. О, щенки, блядь. И вон там, вдали показался какой-то щеночек. Вон он бегает. Э, сучка, сучка. Нара, эй, нара. Есть, да. Вот видите, детки спокойные играют с этой собакой. Она абсолютно не агрессивна по отношению к ним. Потому что она разбирается в том, кто местный житель, а кто нет. Вот как раз рассказывает о том, что забирали, говорит, в Чемкен собак отсюда. И что видели они на боях. Ахат, как всегда, объясняет местным жителям, зачем они приехали. Приехали они увидеть белую большую собаку. Потому что они встретили самого Данияра в районе Тигровая балка. И он сказал, что пёс находится в кишлаке. Вот, ну, для этого они и приехали. Вот, зубы мы видим. Мы хотим показать тебе, который балка сожрал, собака, да? Вот тебе покажут, ты не веришься. Идём мы мне, пойдём. Ты не будешь, блядь. Так, а как это, не буду? Буду? Будешь, вот. Ну, а я дальше не говорить не буду. Пускай показывает. Ну вот, Ахат очень радостно сообщает о том, что сейчас им покажут собаку, которая убила волка. Вот это, короче, трава, опармит, вот так вот. Ну, вот сейчас, вот это, Юган, называется. Вот это, Юган. Если он когда-нибудь не поспел, вот так, руку трогаешь, всё, блядь. А, я понял. Показывает он высушенный Юган. Это очень хорошая трава, но она обжигает, как крапива. Поэтому с этой травой нужно быть осторожным. Ну, когда она высушенная, уже не опасная она. И вот, видите, вон, пёс на крыше тоже. Сейчас его подзовут. Песа зовут Алекс. Тут же местные жители с удовольствием зовут его спуститься вниз. Вот он, красавчик такой. А пока Алекс спускается, вот, привели ещё одного пса. Пернобелого. Ну, посмотрите, какой великолепный тоже пёс. Классный. И поэтому, вот, когда говорят о том, что собаки от региона к региону разные, различаются, наш ответ – нет. Потому что вот эти собаки, например, они живут в Зиде. По сути, они овец далеко-далеко на юге, в Шартуцком районе, в Кабадьяни. И эти собаки могут оказаться сразу же и в северном Таджикистане. Ну, видите, вот, серый Алекс рычит на Пегова. Потому что, как они правильно объясняют, зашёл на чужую территорию. Ну, у вас пса очень хорошие. Есть Ахат, как всегда, говорит, может быть, страильный. Но вот и Андрей, и многие другие говорят, не нужно стравливать. Потому что собаки не для боя. Ну, смотрите, какой великолепный тоже пёс. Смотрите, голова. Сложение какое классное. Это к вопросу о том, что, вот опять-таки говорят, что собаки по фенотипу отличаются и так далее. Вот таких же абсолютно собак мы встречали и в Дангаре. Ай, молодец, красивая бошка. Красивая. И в Рамите. Хорошо, собака. И в Гарме. А вот мы видим здесь, вот, молодая мама, вот, только недавно родила, 5 дней назад родила щенков. Вот видите, в каких условиях она спокойно родила. Снег. У неё там отстена. Вот видите, глазки открыты уже у щенков. Смотрите, какая красивая сука. И какие у неё великолепные щенки. И сейчас щенков вытащат немножко тоже, покажут. Многие зубы защитники начинают критиковать и кричать, что вот, очень плохо относятся к собакам в таких условиях. Вот в таких условиях рождаются. Эта порода родилась в таких условиях. И не прибавить, не убавить. Стреляйте, китайцы. Ахат рассказывает о том, какие-то страсти, о том, что рабочие, которые работают, китайские. На каких-то вот здесь дорогах, что они съедают всех собак. Ну, я не думаю, что это правда. Поэтому, говорит, что вот уши сучкам не режем, чтобы на них никто не позарился. Ну, вот, наконец, дошли они до дома Даньяра. Это вот они уже на вершине селения Зиде. Это что-то колонн называется. И вот ведут, наконец-таки, знаменитого Барфака. Барфак. Вот этот пес, который в одиночку расправлялся с вулканами. Вот он, белый кабель. Это вот пес Даньяра Каримова. Вот послушайте реакцию на него. Этого пса я лично тоже видел. И есть у меня с ним фотографии. Снимал я его тоже лично. Но вот этот момент, когда появляется этот великолепный пес, который 10 лет уже к тому времени чабанил в Атарах. Снеженька. Вот Ахат перевел как снеженька. Ну, на самом деле, Барфак это снежок, переводится. Снежок. Единственная собака, которая в этом кишлаке рассказывает, ребята, вот это Барфак, волка. Опять-таки, мы имеем возможность увидеть Зиде зимой. Поэтому они вот сейчас все, видишь, болеют за это. Зиде. Ну, кусают, говорят, на секунду. Ну, 10 лет, да. Зови его, зови. Ай, боже, боже, боже. Я думаю, что много на свете есть легендарных собак, а у нас не легендарные. Вот такие вот обычные, простые работяги. Вот такие вот красавцы есть. Сам Барфак честно отслужил всю свою жизнь и дал много потомства. У Даньяра до сих пор есть его потомки собак Даньяра. Давно уже нету Барфака, но наследство его есть. Да, Аллах, чтобы не иссяк источник вот таких вот настоящих аборигенных средизиазерских овчарок. Потому что все, что разводится в заводе, нам не очень нравится, честно говоря. Красивенный ковель, конечно. Потому что собака, настоящая рабочая собака, вот ковель, который снимал Арунас. Должна пройти в сатаре. Все стадии. А владелец Даньярка, как его фамилия? Камбулок. Мы его фамилия все. Каримов. Каримов. Фамилия Каримов. Каримов Ораз. Да, мы у него были. Ораз, не знаю. У него шикарный был ковель. Черт-чеш-мол. Черт-чеш-мол. Дон-яйор, дон-яйор. Черт-чеш-мол. Клишка. Клишка. Тегра, тегра.